МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, уважаемые гости! Рада приветствовать вас в нашей студии и благодарю, что вы нашли время для того, чтобы принять участие в нашем проекте. Итак, давайте сразу перейдем к вопросам. Время наше ограничено. Андрей Самигулиевич, основные вопросы по Ченгерлаусскому району все-таки это благоустройство, здравоохранение, социальная сфера. Расскажите, какая работа проводится в рамках дорожной карты 21-25? С пользойным случаем хочу поздравить всех с предстоящим праздником, главным праздником нашего Казахстана – Днем независимости. Желаю всем крепкого здоровья, каждому дому и мира в нашем Казахстане. У нас дорожная карта разработана, дорожная карта партии Нур-Уртан, предварительная программа партии Нур-Уртан на 21-25 год. Это по вопросам земельным вопросам, социальным вопросам, строительство медпункта сели Ордах, ФОК район в центре. Строительство трехэтажного здания, дома, 45 квартир. Также подъездные пути асфальт сели Аш-Шасай. Водопровод у нас проводится в селе Шоктубай. Строительство малых площадок, это сели Алмазный и Харагаш. И у нас также в селе, вдоль дороги Самар-Тимкент, строительство кемпинга. В этих всех проектах вам помогает бизнес или все это идет за счет государства? Есть и строительство за счет государства, бюджетных денег, и есть это за счет инвесторов. Площадки у нас строительства. Все важные вопросы жизни района все-таки обсуждаются, рассматриваются на сессиях. Сколько их было проведено и сколько вопросов было рассмотрено? На данное время у нас проведено четыре сессии. Это одна сессия организационная, три сессии очередные сессии и десять сессии неочередные. Мы рассмотрим пятьдесят один вопросов. Это отчет Акима заслушан, Акима района. По развитию, да? По развитию, социального развития Ченгравского района. Также отчеты подразделения Акимата, структурных подразделений. Какую работу проводят постоянные комиссии и сколько их составит? У нас в районе Масхати три комиссии поставлены. Это по бюджету, социальному развитию, также агропромышленному комплексу, председателем которого является мой коллега Альбек Жамаханыч, агропромышленный. И третий по жилищно-коммунальному хозяйству. Проведено 12 заседаний у нас поставлены комиссии. Рассматриваются вопросы по жилищному, по бюджету, изменению бюджета, внесению изменения в бюджет. Какие бы Вы, Альбек Жамаханыч, могли основные вопросы отметить, которые рассматриваете всесторонние листи? В первую очередь рассматриваем социальные вопросы. Это обращение граждан, жилищные вопросы, трудоустройство, материальная помощь и прочее. И потом также вносят предложения, например, местное население по развитию инфраструктуры. Ну, как бы по всем этим предложениям прислушаемся и рассматриваем эти вопросы на сессиях. Вот как районные депутаты принимают, ведут прием населения? И насколько эта информация о днях приема для них доступна? Информация на сайте Нуратан, в соцсетях, в фейсбук. Это в фейсбуке нашего районного, на столице районного? В месяц раз указывается свой прием депутата. Сколько обращается в основном жителей? Обращается практически в месяц, два-три человека проводим прием за месяц. В партии Нуратан у нас пришли 93 человека, из них 81 у нас это решено, и остальные разъединенные вопросы. Также у нас имеется, это партия 2-я партия. 81 решено, это за какой период? За весь, да? Ага, с января, вот мы 15 января как начали прием вести, и у нас 2-я партия, это 2-я партия у нас в Асхат, Ажовы у нас 2-я партия, они тоже провели 16 приемов граждан. У них 12 решены и 4 разъединенные. Альбек Жабуханович, как чувствует себя бизнес на селе? Вы как представитель бизнеса тоже можете рассказать, насколько страны Акима вашего района, Алии Мухаммеджаны, поддерживаются предпринимательские инициативы именно в решении проблем на селе? Ну, внимание, уделять особое внимание бизнесу, разведите, сейчас приезжают нам инвесторы, с других районов, с других областей, приезжают с деньгами, строят комплексы, строят научные, развивают хозяйство, все такое, ну, как бы увеличится по голове, во-первых, в районе рабочие места, налоговое отчтение, и со стороны руководства района, я считаю, что неплохое внимание уделяется. Вот, кстати, совсем недавно, в сентябре, я с Яншивая с Португалией инвесторов, вот у них какая заинтересованность? Да, португальцы, да, это особая тема, да. Португальцы приехали, в общем, да, они рассматривали три района, где бы остановиться, ну, и выбрали Ченевиловский район, сам непосредственно участвовал в переговорах с ними, у них большие планы на будущее, у них собираются строить птицеферму в три этапа строительства, до 900 рабочих мест они планируют создать в нашем районе. Это, я считаю, это огромный масштаб для нашего района, 900 рабочих мест. Птицефаблики, они, получается, европейское качество, отвечающее всем европейским современным требованиям по экологии. И почему бы, я думаю, это будет хороший рывок в экономике и в социальном плане для нашего района, я считаю, это тем самым, я думаю, уменьшится отток населения, специалистов. Да, кстати, вот поток у населения, не секрет, что молодежь у нас все равно рвется в город. Молодежь, да. Какая работа проводится для того, чтобы, как бы, молодежь оставалась на селе, была заинтересована. И в целом, вот этот проект, сколько рабочих мест будет создано, ну, хотя бы примерно каких-то? 900 рабочих мест. 900 рабочих. Первый этап, они, в общем, планируют в апреле строительство, первый этап, на следующий год, и 400 человек первый этап строительства. И в завершении третьего этапа 900 человек. Это хорошее поступление, наш районный бюджет будет. У нас, вы сами знаете, районный, дотационный районный бюджет у нас небольшой, а это поступление уже, хороший бюджет будет. И вот потоку давайте. Ну, потоку у нас, вот диплом село у нас есть, это у нас сфере образования, здравоохранения. Сейчас включили ветврачей, агропромышленников. Им квартиры, 487 специалистов уже предоставлены на квартиры. Ну, они вот кредит как берут, диплом село. Ну, в рамках программы, да? В рамках программы. Возвращается молодежь потихоньку. Вот сейчас даже строительство, это с волей, клубы у нас, это тоже одно из привлечений молодежи, рабочие места, сфере культуры будет. А возвращается, это есть какие-то цифры, уровень безработицы сейчас? Безработицы, вот Альбек Жамуханович знает, он сам занимается крестьянскохозяйством. Сейчас молодежь, в основном, крестьянскохозяйство приходит, открывает крестьянскохозяйство, занимается жирноводством. В основном, в основном, в основном. И я считаю, что надо как-то государству отдельное какое-то внимание особое уделить этому. И думаю, надо финансировать, также платить субсидии какие-то этим учебным заведениям, типа колледжем профессиональным, техническим. У нас в ПТШ в этом году купили комбайн Джон Дир. Но теперь хотелось бы, чтобы и был подставленный трактор, комплекс какой-нибудь, чтобы у них земля была и чтобы они занимались на этой земле. Чтобы студенты, учась три года, выходя с ПТШ, чтобы имели понятие о том, как достаётся хлеб и всё такое. Я думаю, из 50 человек, человек 5-10 заинтересуются, захотят этим заниматься. Потому что сейчас всё частные уроки, как раньше Советский Союз, учхозов, совхозов нет такого. И как бы ребята, есть толковые ребята, да, но надо молодёжь подтягивать и учить, и какое-то внимание надо со стороны государства, я считаю, это обязательно. Вот только что мы говорили, я немножко вернусь назад, про сессии, да, вы сказали, количество их. Как обстоит дело с внедрением обязательного онлайн-трансляции вот этих заседаний? То есть сейчас у нас в городе, в области всё это налажено, особенно в период пандемии, да? У вас вот как это будет? У вас исполнение программы, послание президента нашего государства 2020 года. Сейчас переходим на этой прямой трансляции, айтуб, наша казахстанская, это... Новый формат, да? Новый формат. Мы все в этом году оборудование переобрели, деньги выделили. В ближайшие сессии, вот в декабре, мы проведём уже прямую трансляцию. Технически вы уже готовы? Готовы, да, мы уже провели тестовый вариант. У нас в связи с пандемией в этом году, в прошлом году, в основном было, сессии проводились онлайн, по зум-программе. А как в целом с доступом к интернету? Потому что это проблема, которая на протяжении очень многих лет мы интересует, и у нас и в городе, и в области есть проблемы с интернетом, что говорить, да, про районы. Какая работа в этом направлении везётся, я имею в виду, доступной для населения и по стоимости интернета? Да, у нас это была проблема в районе. Последний год, у нас последние два года, 100% уже охват. Было три посёлка Харагаш, Полтавк, Ахдак и Ахтау, посёлка не было интернета. Казах-Телемковская, но это слабая скорость была. Сейчас провели, сотовая связь здесь. Актив, Билай у нас. Также проведены ВОЛС, это в посёлках Ахшат, Алмазный, Ашасай, саму Чингервал. Чингервал связь неплохла, но желательно сейчас скорость прибавить 4G. Если продолжить говорить о сельском хозяйстве, мы знаем, что Чингерваловский район является благоприятным районом для развития. И даже вот инвесторы, заинтересованность инвесторов это тоже подтверждает. Сколько у нас крестьянских хозяйств на сегодняшний день? На сегодняшний день крестьянских хозяйств 228, из них ещё 16-го. В этом году открылось 14 хозяйств, приходят к нам новые хозяйства. Вот, как только что говорил, Альбек Жемуханович, инвесторы из других районов, областей приходят. С Ахтавского, Магисайской области, соседние районы, Касаловского района пришли. Сейчас строительство ведётся, жирного комплекса селя Котантау. Это тоже инвесторы. Растеневодство, как вам удаётся вот собирать урожай, скажем так, не всегда у нас благоприятные условия, да? Есть у вас какие-то технологии, можете очень коротко сказать? Да, сейчас. По поливу, вот что у вас? Благодаря разным делам. Полив нет у нас, у нас нет полива, у нас есть сухой полив. Это штрингельные борны. После каждой борны дождям мы закрываем влагу по севам. И с помощью культиваторов американских, с помощью современной техники и благодаря командной работе слаженной, мы что-то ещё берём. Десять, пятнадцать, да, какие-то поля двадцать стоят. Это, ну, как бы раньше это фантастикой считалось, что без единой дождя такие урожаи брать. Но сейчас всё реально, ещё есть над чем работать. Ещё работать и работать. И постоянно сейчас проводятся семинары всякие вот в аграрном секторе. И постоянно новшество вводится. Новое оборудование, новые удобрения всякие, ещё такое. Всё это используете, да? Всё это используем, да. А с водоснабжением как обстоит дело в районе? Водоснабжение у нас сейчас по программе Нурлозер проводится в селе Шохтубай. В этом году на 90% окончены работы. Дальше на следующий год уже окончится. И в пяти посёлках у нас разработаны ПСД. Если это реализуется программа, то у нас уже 100% будет водоснабжение в каждом доме. Водоснабжение, газ у нас 100%. Насколько ваша, скажем так, профессиональная деятельность, то, чем вы занимаетесь, помогает вам в решении каких-то вопросов как депутат? Ну, это большой коллектив, это целая команда, это мои крылья, я считаю. И, допустим, много проблем для индивидуального человека, какая-то проблема создаётся. У нас, большой команда, это не проблема, мы стараемся всячески помочь. И техникой там, и как-то так, и финансовую где-то. Материалом помощи оказывали. Где-то материально, да. Кому-ка. А в целом, с какими вот проблемами обращаются женщины? Ну, сейчас в основном у нас, по-моему, это работа. В основном работа, да? Работа, вот, какие-то материальные проблемы. Да, материальные. Материальные такие, единичные проблемы, там, у кого-то ребенок забыли, надо восстановить и помочь. Хотелось сказать отдельное спасибо жителям нашего района, всем, да. Вот недавно у нас объявили сбор весной по Оставе у Никиты. Хорошо знаем родителей. И, как бы, надежды все оправдались, что этот сбор мы закрыли в течение 6-7 месяцев. Всем жителям огромное спасибо за такое добродушие, как бы сказать, неравнодушие. Да, вот, как показывает практика, в таких ситуациях помогает всегда простой человек. Простой народ, да. И это, я считаю, там, хорошие люди нас живут в районе. Потому что мы сбор закрыли. Вообще, в легком. А какие вопросы в числе нерешеных все-таки еще и нужно решить, на ваш взгляд? Нерешеных много вопросов. У нас трасса, вот, Севсай, Шингерлау. Ну, она решается, но поэтапно, по чуть-чуть, по чуть. Есть еще над чем работать? Освещение в поселке есть, где-то делать. Все связано с финансами. В связи с пандемией, там, чуть, конечно, кризис почувствовался. Но, тем не менее, такие ключевые моменты делаются, я считаю, в поселке. У нас сход граждан был. У нас сход граждан, там, просто на станции в школе, помните? Да. Там два человека сказали, почему Чингерлау через железнодорогу мост не построить, чтобы дети ходили. Угу. Опасно уже. Угу. Такие моменты, они засушиваются все на сходах, на приемах. И ставишь акцент и начинаешь работать. Это вот у вас идет как социальная ответственность в бизнесе, помните, да? Социальная ответственность в бизнесе, социальная ответственность в гражданину своей страны. И бизнес, конечно, да. Потому что, допустим, с таким бизнесом, когда ты спать ложишься, и кто-то через два-три дома, там, холодно, это, ну, не идет оно никак. Поэтому мы считаем нашим долгом помогать нашим жителям. В завершение расскажите, пожалуйста, о перспективах, какие направления работы стоят перед Ис-Лехадом. Ну, вот сейчас, как только сказал Альберзу Махамову, у нас провести, главное, это дорога у нас, 100 километров там. Сейчас уже вышел тендер 32 километра. Это до поселка Лубинки, Ахшат, 32 километра. Пожайте. Помогаем нашему населению, наша главная работа, помощь оказывает. 19 улиц, на следующий год, планируется строить в самом райзентре, в Ченгалово. Ахшатская школа Римон, да? Ахшатская школа Римон. Капитальная Римон, да. По 19 улице, что там? Асфальт провести. Асфальт. Освещение. Хорошо у нас в этом году проработали. И у дорог, вот, какая работа была проведена? Вот, как я только говорил, сели Асчасай, у нас подъездные пути, главную улицу, улицу Римон, асфальтировали. В прошлом году у нас села Ахшат асфальтировали, главную улицу, подъездные пути с двух сторон асфальтированы. И в завершение вы можете обратиться к нашим телезрителям, в числе которых, конечно же, и жителям вашего района, что бы вы им пожелали? Камера, пожалуйста. В пользу случаем хочется поздравить всех казахстанцев, а также наших земляков с наступающим праздником, Днем Независимости. 30 лет было сделано не мало, конечно, а 30 лет. И делать впереди еще много работы. Хочется пожелать всем крепкого здоровья в нашей стране, каждому дому мира и благополучия. Ну и своим избирателям хочется поблагодарить за поддержку, за доверие, то оказанное, и мы всячески постараемся оправдать это доверие. Савдан Занимович. Ну, простите, я не знаю, Альберт Жумаха. Главное, вот, наш праздник, 30-летие, Днем Независимости. Спокойся, главное, у нас казахстанец, чтобы был мир. Спасибо всем нашим избирателям. И нас поддерживают они тоже, так же, как мы. В любой работе должна быть командная сложность. Командная. Сладим в поле, не зря сказать. И когда район поддерживает, это тоже хорошо. Что ж, спасибо вам большое за участие в нашей программе. Я думаю, что все основные вопросы социально-экономического развития мы сегодня затронули. Если что-то есть добавить, можно добавить. Если все, тогда будем завершать сегодняшнюю программу. Спасибо вам еще раз за участие. Спасибо вам, уважаемые телезрители. Вы смотрели программу «Мослехат» в прямом эфире на телеканале Акжа. И говорили мы о социально-экономическом развитии Чингерлавского района. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»